Доброго времени суток, дорогие друзья, дамы и господа, леди и джентльмены, все, кто только что переключил свой телеканал, попал на эфир или настроил FM-волну на нужную частоту. Это открытая студия, совместный проект Радио Рекорд и телеканала Арктик ТВ. Меня зовут Николай Духмас, а в гостях у нас сегодня Елена Варцева, актриса драматического театра «Северного флота». Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Мы всегда безумно рады приветствовать у нас в гостях людей искусства и высокого творчества, поэтому не то что ожидаю, а убежден в том, что у нас с вами сложатся интереснейшие беседы. Прежде чем мы к ней приступим, я напомню нашим слушателям и зрителям, каким образом с нами можно связаться. Открытая студия выходит в прямом эфире, а это значит, что в следующие 28 минут мы можем общаться с вами, друзья, в режиме, так сказать, тет-а-тет. Для звонков в студию можно использовать номер телефона 99-45-45. Если у вас есть возможность, точнее, есть желание пообщаться, но нет возможности позвонить, вы всегда можете отправить сообщение на любой из наших интернет-мессенджеров. Телеграм, вайбер и ватсап привязаны к номеру плюс 7-921-708-2006. О драматическом театре Северного флота, жизни актеров и о премьерах спектакля сегодня поговорим обо всем и сразу постараемся оставить цельную картину, насколько нам хватит времени. Но начнем с самого-самого главного. Как ваше настроение? Блистательное. О, ну какого еще ответа можно было ожидать от вас? Блистательный голос такой сразу. Я говорю, друзья, эфир будет очень приятным. Хотелось бы поговорить, если мы начинаем по верхам, то, наверное, начать именно с этого года. Об изменениях, которые коснулись жизни театра, как репертуара, так и актерской труппы. В общем, обо всем, что вы бы могли назвать ключевыми, скажем так, событиями 19-го года для театра Северного флота. Я понимаю, вопрос такой непростой. Вопрос непростой, потому что в 19-м году я сама вернулась в родные стены родного театра. Возвращение вас. Спасибо. Пришел новый режиссер. Он же пришел, он же вернулся. Александр Петрович Шарапко. С апреля этого года назначен главным режиссером. Меняется репертуарная политика. Пришли новые актеры, новые молодые актеры. К счастью, труппа пополняется свежими силами. Выходят новые спектакли. Ну и, конечно, большие планы на будущее. Но вот это, если говорить в общем. Скажите, я ведь, насколько понимаю, когда мы говорим именно о театре, то смена руководителя это гораздо более категоричное, чем... Ну, вот, например, если бы у меня завтра, вот здесь на моей работе, поменялся босс. Я бы с ним поздоровался, познакомился. Но, в общем, в целом, работа, скорее всего, продолжала бы идти по тем же канонам. И те, кто бы работал в несколько ином ключе, для них, может быть, изменений было бы больше. Но когда мы говорим о театре, когда мы говорим о режиссере, я предполагаю, что работа меняется кардинально. То есть почувствовали ли все актеры, что вот тут, вы говорите, репертуарная политика меняется, как-то новое направление, оно было резким? Ну, спокойно ли она далась или возникали определенные трудности? Трудности возникали и возникают, потому что актеры, которые работали до прихода Александра Петровича, они работали, ну, в несколько иной манере, в несколько другом ключе, и в репертуаре, и в способе существования на площадке, и в общении. Александр Петрович пришел, конечно, со своей школой, со своим требованием, со своим опытом, со своим взглядом на мир, на происходящее, на отношения с людьми. И поскольку актер, хотим мы этого или не хотим, профессия зависимая, им приходится адаптироваться. У кого-то этот момент проходит проще, быстрее, адаптационные возможности шире, у кого-то сложнее. К сожалению, несколько человек покинули труппу, но по своим соображениям личным, вот, очень хороших актеров. Но, повторяю, новые силы пришли. Александр Петрович их отбирал сам, кастинговал, тестировал. Только там спросить, был кастинг определенный? Да, конечно. И кастинг был очень серьезный, прошло более сотни человек. Это использовали и технические возможности, и по онлайну, и лично встречались. Вот. Тем не менее, на сегодняшний день труппа полная, интересная. По своим возможностям и по своему развитию надеюсь, что это все состоится в каком-то таком прогрессивном ключе. Вот. Что касается остальных членов труппы, то есть я имею в виду актеров, которые работали, они привыкают. Они привыкают, что, кстати, показал последний спектакль. Они меняются и меняются, простите, на мой взгляд, в лучшую сторону. Очень интересные есть работы, очень интересный способ существования, очень непривычный для этих актеров, но, тем не менее, прогресс налицо. Ну, мы на этом чуть попозже заострим внимание, безумно интересно. А если мы говорим о актерском составе, о новых кадрах, которые прибыли, мне как раз было любопытно узнать, раз вы говорите, что использовались и технически доступные средства 21 века, то есть какие-то онлайн-пробы, то я предположу, что не все, кто прибыл, это представители, жители нашей области. То есть к нам приехали актеры из других городов и из других регионов. Вы говорите, и сразу выстраивается карта в голове географическая, то есть затронули практически каждый регион России. Очень любопытно. Я помню, был промежуток времени, когда, ну, никак человека было не загнать на север. То есть был промежуток, когда все на север только им чали, но это еще до 90-х годов. Был промежуток эдак и стагнации, когда если уезжают, то уезжают с концами, а вернутся как бы на холодную тюжбину уже как-то неохота. Времена меняются во всех сферах, как можно, заметьте, порадоваться. И у нас в полку прибыло. Скажите, это исключительно молодые актеры? Я имею в виду выпускники каких-то колледжей искусств, совсем еще юные, неопытные, ну, условно. Или среди них есть и, так сказать, ветераны театральных сцен, которые прибыли делиться своим опытом сюда, к нам, на север? Нет, в основном это молодые люди, которые вот буквально в этом году закончили свои учебные заведения. Но есть и люди, как, скажем, определенного возраста, ну, чуть постарше. Вот, мне бы тоже хотелось назвать их фамилии. Это Алексей Башкиров, тоже город Полярный. И Вячеслав Король, это город Мурманск. Все они с разным опытом, с разным жизненным опытом, профессиональным. Но, повторяю, могу еще раз сказать, это очень интересное развитие предполагает. Вот, ну, вот как-то так. Безусловно, ведь когда мы говорим, пусть я человек и, к моему глубокому сожалению, стыду, более далекий от театрального ремесла, чем мне бы хотелось. То есть, когда мы говорим о коллективе, каждый новый член коллектива, он пригласит что-то свое. И если коллектив, это коллектив творческий, если мы говорим об искусстве, если мы говорим о рождении жизни на сцене, о событиях, которые предстают у зрителей перед глазами, то каждый, придя со своим взглядом, со своим видением, добавляет чего-то нового. Ну, то есть, без этого никуда не деться. И это здорово. Такое развитие должно присутствовать. Как, кстати говоря, актеры старого состава, так сказать, прежней закалки, они с радостью восприняли новые кадры? Вы знаете, по крайней мере, вот агрессии точно не было. Было любопытство, было выжидание, наверное, потому что я, в общем, тоже вновь пришедший. И был взаимный интерес, он возник. И возник он именно в работе. Это важно. То есть, происходит такое... Объединение происходит в работе. Объединение и обмен опытом прямо во время... Узнавание друг друга, обмен опытом. Конечно, в идущие спектакли молодые актеры входят, и это уже меняет атмосферу спектакля. Вот, когда те, которые были в репертуаре, я сама вошла в такой идущий спектакль. И это несколько меняет взаимоотношения. Это любопытно, потому что, когда актер входит в спектакль, уже сложившийся, меняется атмосфера, и возникают некие живые моменты на сцене, когда достаточно непривычные оценки идут, и возникает вот то самое живое, к чему мы стремимся в работе со зрителем в идущем спектакле. Только хотел сказать, это, наверное, еще и для зрителя такой глоток свежего воздуха. Думаю, да. Что-то новое в привычной атмосфере, но как будто... Это как освежить хорошо знакомый... Я вот хотел бы с этой ситуацией, но потом, может быть, грубовато прозвучить. Спасибо, что вы это озвучили за меня. Да, такой приятный театральный сквознячок, да, скажем так. Прошелся, комната свежа, мы по-прежнему сидим на зрительских местах и наслаждаемся происходящим. Но уже дышим. Да, это здорово. И дышим мы новым спектаклем, который называется «Туман над заливом». У меня, на самом деле, также не буду скрывать от нашего зрителя, здесь нашим выпускающим редакторам подготовлена целая раскладочка с цитатами по вопросам, которые я, пожалуй, на момент этого вопроса уберу в сторонку. Хочу с вами обсудить этот спектакль несколько иным образом. Мы читали зрительские отзывы, мы читали хорошие отзывы, очень интересные отзывы. Некоторые отзывы пестрели цитатами, связанными с атмосферой, с событийностью. Что-то такое, что каждым человеком воспринимается субъективно. Ну и это нормально, не должно быть каких-то критерий. Ведь мы же не МДБ, там какой-нибудь мировой киноресурс, который ставит баллы от одного до десяти. Мы говорим не о кино, мы говорим о спектакле, мы говорим об игре живого актера, мы говорим о том, что рождается на сцене в момент времени. Здесь, сейчас, и я уверен, что каждый следующий спектакль, скажем так, нота в ноту, тон в тон не повторяется. И в этом же вся прелесть. Я, к слову сказать, много лет назад один из спектаклей театра Северного флота посещал три раза подряд. И это был спектакль с днём рождения Елены Сергеевны. Трижды я получал под конец одинаковый спектр эмоций, когда был самый разгар, скажем так, накипающей сцены. Но все три раза это была разная игра. Одних и тех же людей, одного и того же сценария, одного и того же музыкального сопровождения, но всегда воспринималось по-разному. Поэтому давать какую-то субъективную оценку новому спектаклю нам бы не хотелось. Сейчас, по крайней мере, в момент времени. Но хотелось бы о нём узнать вот изнутри, с кухни. Он вам самой нравится? Да, конечно. Кому бы вы посоветовали такой спектакль? Давайте так, оп, издалека подойдём. То есть, скажем так, бывают спектакли развлекательного характера. Ты приходишь там похохотать, посмеяться, понаслаждаться чем-то происходящим. Бывают спектакли исключительно мелодраматического покроя. Ты понимаешь, что ты настроился впитать максимум терпких эмоций, чтобы твои струны души затронулись. Может быть, поплакать, чтобы весь стресс, накопившийся за какое-то время, из себя убрать. Спектакли, ну это я так, я же очень тоже субъективно разделяю на категории в голове. Спектакли на призадуматься, чтобы после них ещё несколько дней проходить в такой условной рефлексии, рассуждая о чём-то, на какие мысли навёл тебя этот спектакль. А «Туман над заливом», что он оставляет после себя? Ну, вы же понимаете, я могу говорить только о собственных впечатлениях. Конечно, только о собственных, не от лица театра, не официальная рецензия, которую мы сейчас поместим на сайт. Видите ли, в силу обстоятельств история Исидора Штука «Туман над заливом» стала мне в некотором смысле родной, потому что это третья попытка Александра Петровича, не попытка, это третий спектакль по этой пьесе. Он пришёл когда-то в 78-м году и поставил дипломный спектакль. Это первый его спектакль в профессиональной жизни. С 87-го по 93-й шёл этот спектакль в Театре Северного флота. И вот сейчас третий вариант, очень сильно отредактированный, потому что есть время, уже эти тексты воспринимаются сложно современным зрителям, поэтому ритмы другие. Но сама история осталась неизменным. Я могу сказать одно, когда я прочла эту пьезу от начала до конца, я сказала, это мурманские дни Турбиных. Это семейная история, это история близких людей, близких друзей, но на фоне войны. Это история очень рядовых, назовём так условно, маленьких людей, про нас с вами. И их дружба, их любовь, их непонимание, всё в этом спектакле есть. Здесь есть очень много забавных моментов, здесь есть мелодрама, здесь есть страсти. Любви, как говорил Чехов, пять пудов. Есть всё. И всё это на фоне войны, которая атмосферой вторгается в их жизнь. Кому бы, извините, я закончу, кому бы рекомендовала, да в принципе всем. Вы найдёте там всё. И посмеяться можно. Правда можно, там очень много забавных моментов. И сдерживать слёзы тоже можно. И самое главное, надежду оставляет, позитив оставляет. Вот видите, вроде бы субъективное мнение, а получилась такая рецензия, после которой сразу же хочется пойти на спектакль. О том, как на него сходить, как на него попасть и кто ещё его увидит за пределами Мурманска, мы поговорим уже после рекламной паузы. Буквально через полтора минуты вернёмся в эфир. Не переключайтесь. Реклама То есть к нам северному полку прибыло, с разных городов, с разных регионов России. О возвращении нового режиссёра. Вот я поэтому и говорю о возвращении нового режиссёра. Но, по-моему, вполне логично получается по звучанию. И остановились мы на обсуждении спектакля «Туман над заливом». Мы чуточку позже к нему вернёмся, хотя, на самом деле, один момент хотелось бы уточнить сразу. Мы его так здорово перед рекламой обрисовали, так здорово объяснили, что он себя включает. Я лично вот, что, я понял для себя, что он из себя представляет, я его хочу увидеть. Когда я могу это сделать? Вы можете это сделать сегодня. Прямо сегодня? Да, в 18 часов начала. Дело в том, что по техническим причинам заявленный спектакль 16 ноября, по техническим причинам, повторяю, переносится на сегодняшний вечер, начало 18 часов. Билеты действительны. Если кто-то в силу обстоятельств не сможет сегодня прийти по этим билетам, есть возможность прийти 8 декабря на следующий идущий спектакль. Но для этого обязательно надо связаться по телефону, который указан в билете. Билеты в любом случае не сгорают. Кто уже приобрел, друзья, не беспокойтесь, а у кого есть возможность, все-таки сегодня условно предпоследний рабочий день, потому что пятницу уже мало кто воспринимает как день рабочий. Ну вот так уж у нас устроена жизнь и менталитет. Четверг вечером, чему бы нет, посетить спектакль, если билеты у вас уже на руках. Если вы только что услышали о спектакле, но попали на первую половину программы, и он вас так же заинтересовал, как меня, то, пожалуйста, в 18 часов. В 18 часов начала, да. Вот, и все, на момент времени, мы чуть-чуть позже вернемся к спектаклю «Туман над заливом». Сейчас у меня есть еще пара вопросов, но перед этим я забыл после выхода на рекламу озвучить. Дорогие друзья, контактные данные два раза за эфир, они повторяются. Если у вас возникнет желание задать вопрос нашему гостю или самостоятельно прокомментировать тему, 99 45 45 номер телефона для звонков прямой эфир. Телеграм, вайбер и ватсап наши интернет-мессенджеры привязаны к номеру плюс 7 921 708 20 06. Скажите, пожалуйста, Елена, какие еще спектакли на момент времени также выходят на сцене «Северного флота»? Ну, я могу сказать, что 19-й год открылся премьерой по пьесе Александра Николаевича Островского «Не все коту масленица». Это комедия, забавная, пользующаяся успехом у зрителей. Вот она идет на сцене репертуара достаточно активно, на сцене театра «Северного флота». Сезон открылся премьерой мелодрамы или трагифарса, как мы его обозначили в ходе репетиции по выходу спектакля. Людмила Разумовская «Трое под одной крышей». В свое время это очень популярная пьеса, но, как показало время, это вечные проблемы. Это такой Сафокл, Еврипид и Аристофан в одном флаконе. Это есть всегда эта история мамы, бабушки и внучки. Такая классическая пьеса, единство героев времени и места. И вот то, что получилось, мы представили 12-13 октября, мы открыли сезон этой пьесы. Она тоже идет на сцене репертуара, извините, театра. Ну и идут спектакли, которые последние десятилетия идут на сцене. Это, во-первых, детские все спектакли. И «Кто-то должен уйти», замечательная комедия в постановке Юрия Вячеславовича Сергеенко. Надо сказать, что «Трое под одной крышей» тоже поставил режиссер Юрий Вячеславович Сергеенко. Кто-то должен уйти, «Домовой». Ну, в общем, надо смотреть на афиши. В общем, все спектакли на месте, они идут, зал наполняется. А то просто по понятным причинам, очень много информации в освещении тумана над заливом, может сложиться впечатление, что это единственный спектакль, который 24 часа в сутки прогоняют на сцене. Словно, это не так, друзья. Репертуар очень большой, и детей тоже никто не позабыл. Потому как, на самом деле, очень много, наверное, ни одного негативного отзыва вы точно не сможете найти именно о детских постановках. Я это к чему? Совсем скоро у нас уже еще более холодный период, еще более сказочный период, когда мы говорим о зимних каникулах, приближающих к своим праздникам. Поэтому точно можете поставить себе заметочку в голове, чем развлечь ваше чадо и самим порадоваться. Но, чтобы это не звучало как совсем уж реклама, едва ли не слезка зачитываю вам, вернемся к диалогу. Я так понимаю, что технические причины, по которым пришлось перенести спектакль, они как-то связаны с грядущим фестивалем в Москве. Если кто-то не в курсе, то именно туман над заливом будет представлен на звездной маске в Москве. Верно? Совершенно верно. Когда пройдет этот фестиваль? Фестиваль будет проходить, открытие фестиваля будет 19 ноября на сцене Театра Советской Армии и по 28 ноября, то есть практически 10 дней. Выступление Театра Северного флота заявлено 21 ноября. Туман над заливом, мы будем играть на сцене Театра Советской Армии. Скажите, пожалуйста, а это большой стресс для актерской труппы, для режиссера делать постановку на своей сцене, то есть привыкнуть к ней, почувствовать все эти вибрации, все эти течения, ну вот если так пофилософствовать. И потом взять и цельную композицию, просто перенести, это же не мебель, это же не шкаф куда-то отвезти в другую сторону, надо взять весь этот воздух, всю эту энергетику и перенести ее на другую сцену. Хорошо сказали, хорошо. Это тяжело? Это стресс, это стресс. Даже профессионалам, которые работают в нашем театре, которые и ставили спектакли, и участвовали в них, и в подобного рода гастролях занимались, но это всегда стресс. Потому что вы совершенно правы, нужно перенести энергетику и вновь создать ее на чужой площадке, причем площадка достаточно непривычная. Хотя это и малая сцена Театра Советской Армии, но она все равно огромная, и зал гораздо больше, чем Театра Северного Флота. И привыкнуть к звуку, к стенам, их почувствовать, услышать, все это за короткий период времени. Распределиться, это сложно, это всегда сложно. Скажите, пожалуйста, а что дает театру, ну вообще любому театру участие в подобном фестивале? Это какой-то исключительно имиджевый момент, или приобретение определенных регалий, или просто интересный опыт для каждого актера, вот как раз с подменой мест, или что-то еще, что-то еще? Да, в общем, вы все перечислили, абсолютно. Это, простите, то, что облекается в пословицу себя показать, других посмотреть, это обязательно. Это возможность увидеть, что делают коллеги, потому что на этом фестивале будут представлены именно военные театры. Мы уже по назначению туда попадаем. Это пятый фестиваль, 10 лет он проходит, один раз в два года. Это возможность пообщаться, это немаловажно, с профессиональной критикой. Критику будут представлять Москва и Санкт-Петербург. Это серьезная база и большая ответственность. Хотя бы не хотелось бы говорить об ответственности, это лишний груз. Но определенное испытание. Это конкурсная основа, то есть спектакли будут выбираться, и плюс к этому будут проводиться творческие лаборатории, то есть встречи, мастер-классы. Во всем этом повариться хотя бы небольшой период времени, это очень сильно бодрит. Это дает, как мы говорили в начале, глоток свежего воздуха. Это здорово. Могу себе только представить, как это заряжает. На протяжении всех этих дней находиться в такой кипящей атмосфере сотен людей со своими причудами, разными взглядами, своими интересами в голове, со своим видением жизни, видением сцены. Совершенно верно. Да, хотелось бы побывать, но, по крайней мере, мысленно точно будем с вами. Ой, мы вам все расскажем, покажем и сыграем, и споем, и спляшем. Позовем вас в обязательном порядке. И, конечно же, пожелаем удачи. Но, тем не менее, никакие технические моменты все равно не убирают того факта, что в декабре Туман и Залим снова можно будет посмотреть на сцене, если пропустим сегодня. 8 декабря. 8 декабря пройдет следующий спектакль уже после «Звездной маски». Надеемся, что после «Звездной маски» еще более благостными будут ваши взгляды, еще более яркими будут эмоции и впечатления. Скорее, темпераменты. По поводу нас, как я и ожидал, получилась с вами такая достаточно насыщенная беседа, и время стремительно близится к своему логическому завершению. Но у меня есть еще один вопрос, который как раз пересекается с моментом, как, где и более подробно узнать о грядущем репертуаре, о том, когда и что будет выходить. Я так понимаю, что сейчас Драматический театр Северного флота – это максимально технологизированный театр. Он есть во всех соцсетях, есть интернет-сайт, все ресурсы работают. Это верно? Совершенно верно. Сайт Театра Северного флота можете его найти совершенно спокойно. Страница ВКонтакте, где, на мой взгляд, потому что я регулярно там бываю, просто потому что интересно, страница ВКонтакте, есть много разных рубрик. Это актеры, это режиссура, это потрясающе интересная рубрика, на мой взгляд, за кулисьей, где изнутри показаны работы, видео и фотоматериалы работы служб. Это все, что угодно. Монтировочный цех, костюмерный цех, это реквизиторская, это бутафорская, это художники, это звукорежиссеры, это свет. И это показано изнутри в момент работы. Это безумно интересно. Дневник репетиций. У нас снимает наш зафрит Диана Олеговна Иванова-Смоленская. Она приходит специально на репетиции, участвует там. И она делает фоторепортажи, видеорепортажи. Все это представлено и в странице ВКонтакте, и в Инстаграме. Для современного зрителя даже бэкстейдж вы наконец-то можете увидеть то, чего так не хватало очень долгие годы, посмотреть, как это все создается. Кстати говоря, в разделе отзывов можете пронаблюдать не просто «Спасибо, нам понравилось», а «Благодарный зритель» пишет настоящие мини-рецензии. Некоторые даже не менее. На днях заходил в группу, читал. Очень любопытно посмотреть не только тем, как живет театр, чем живет театр, но и как воспринимает его зритель. А если вы еще зрителем не являетесь, всечески рекомендуем расширить репертуар своего досуга и насладиться настоящим зрелищем, настоящим искусством. И теми моментами, когда живой человек перед тобой создает что-то уникальное, вкладывая в это свою душу. На этом, к сожалению, придется нам с вами беседу завершить, так как да-да-да, эфирное время подошло к концу. Дорогие друзья, напомню, с нами в эфире была Елена Барсова, актриса драматического театра «Северного флота». Меня зовут Николай Дукмас, и на этом открытая студия завершает свое обещание. Пожелаем вам хорошего дня и замечательного спектакля сегодня. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Спасибо всем. До свидания. Открытая студия